С каждым днём борьба за выживание на необитаемом острове в Карибском море становится напряжённее. Постоянное чувство голода, тропические ливни, непредсказуемая дикая природа уже не так заботит обитателей острова, как отношения, складывающиеся между ними. У меня чёрный амулет, я хочу его передать Сергею Цакину. Ящериц и черепах больше нет. Остались одни акулы. Это название выбрало для себя новое объединённое племя. Я сказала, Инка, ты такая вот замечательная, открытая, но по сути ведь ты акул. Каждый теперь сам за себя, но даже акулы способны забывать об этом. Теперь их 9 человек. Подводник Игорь, ещё недавно возглавлявший племя черепах. Таможенник Сергей, бывший предводитель племени ящериц. Двое влюблённых, которые наконец объединились на одном острове. Два бывших изгоя, которые ищут новых союзников. Фотомодель из Москвы, студент из Волгограда, редактор из Казани. Через три дня ещё один из них должен будет покинуть остров. Продолжение следует... КОНЕЦ 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 Они, смотри, прям аж такой коридорчик прочищенный по земле. А есть их можно? Не серьезно? Это муравьи, да? Голод руководит. Нет, просто наши муравьи. Смотри, как они. Кисленцы. Сейчас. Мишель есть машины. Вот она, голодная жизнь. Ты что, Давы? Нет, безвкусные какие-то. Смотри, смотри, они вон куда пошли. Он аж вон на ту горку. Он отсюда даже видно какая-то. Давай кокосико здесь очищусь. Я какой-то, наверное, троглодит, но я хочу есть всегда. Я стараюсь, когда меня эта мысль посещает, ее гнать изо всех сил. Потому что я понимаю, что что себя травить и мучить, если нечего кушать. Мне очень здесь нравится. Остров маленький, но невероятно разнообразный по своей флоре. Ой, я чеш-то не могу. А это? Нет. Почему? Ты драгоценные капли разливаешь. Сейчас. Видишь? Что? Большой желтый фрукт. Вон, напей. Я так пила пока. Вон, в середине еще такой. А, вижу. Он высоко. Это невероятные фрукты, пан. Мало. Сегодня вот мы, например, сделали прогулку. И помимо пальмовых рощ, хлебных деревьев, бананов, обнаружили разнообразие плодов, которые можно скушать. Но, наверное, это была как раз причина того, почему мы переехали сюда. Смотри, не обломайся. Можечек. Можечек. Давай, ну… Давай попробуем. Давай, попробуем. Ведя, попробуем. Ждуть завтра. Баба. Я встаю утром и понимаю, что я хочу есть. Я ложусь спать после ужина и понимаю, что я хочу есть. Я не знаю, что это такое. Это ужас какой-то. Мягкая, да? Не родите? Кисленькая. Класс. На самом случае съедобная, по-моему. И кисленькая. Ну, ребят, мы покажем. Пойдем. Тут, кстати говоря, более спелый. В принципе, вчера Сережка был один сов, я имею в виду, в очень шатком положении. Все знали, что будут два кандидата на выбывание. Это Одинцов и Надя. Соответственно, Одинцову нужно было, чтобы как можно больше народу заголосовало против Надя. На меня никто не давил. Я голосовала за того, за кого я хотела. Хотя, в принципе, он прекрасно знал, что мой голос может быть решающим. Мама! Фу, вонючая. Бонадельная. Надежда подговорила пятерых голосовать против Сергея Одинцова. В результате голосовало трое. Я проголосовала против Нади. Но еще один человек остался из нашей пятерки, кто не проголосовал против Сергея Одинцова. И против кого этот человек проголосовал? И кто... Мама! 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 Ой, я первый поеду. Давай. Мя ноги зовет. Игорь, это личники противные. Люди с того острова просили постоянно показать деревья все, где растут плоды хлебного дерева или еще какие-нибудь, какие бы то ни было. Игорю казалось, что если не рассказать все эти места, можно подольше продержаться на этом острове или те, кто будет знать их, сможет существовать безбедно гораздо дольше. Да, полковник, я все жалко. Он сегодня подошел, говорит, что я просто тебя голосовал тогда, когда мы надея исключили. Он говорит, ну это есть игра. Он говорит, я про тебя плохое ничего не говорил, так что и мне про него ничего плохого сказать нельзя. Даже если бы он говорил плохое, у меня впечатление о нем нормально. И работаю до последнего дрова на сегодня. Не, он нормальный мужик, скромный. Но игра есть игра. Главное, ребята все хорошие, интересные. Да, целоманский, глянь, сейчас игнорирует полностью наше общество. А что ему остается? Ну, не знаю. Ну, хоть дровишки подтаскивает. Кто вообще ушел с утра, развернулся. Может, его перестали кормить? А зачем он нам нужен? Если он станет последним героем, то я тогда соопьюсь. Пошли один суп. Так, завязнем здесь. Я думаю, что серый кардинал – это Инна Гомес. Я думаю, что все-таки Инна Гомес является их немазовым. «Инна Гомес» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Каждый очко, выбитое сейчас из лука, уже через несколько минут может оказаться решающим. Но какие именно возможности это откроет для жителей острова, они еще даже не догадываются. К следующему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Первое, что пришло на голову, это устроить такой грандиозный ужин, какой-то вообще, вот именно для всех, чтобы запомнилось. И покупаться в море, наверное, тоже. Ну, наверное, собрал бы вещи, чтобы людям, так сказать, не доставлять лишних неприятностей. Ну, и пожелал бы всем удачи, оставшимся. А вы, Игорь, если бы узнали, что это ваш последний совет? Ну, день, наверное, я провел бы так же, как и все другие дни. А на совете, ну, пожелал бы всем удачи. И взял бы у всех членов племени автограф, в том числе его ведущего. Ну что ж, сегодня один из вас либо сделал то, что хотел, либо не сделал. Тем не менее, он все равно уйдет. И через несколько минут мы узнаем, кто это будет. Мы начинаем голосовать. Начинаем с вас, Снежан. С того самого дня, когда Надя покинула игру, я думаю, что Игорь ни секунды не сомневался в том, что он будет следующим. Хотя он за всех сил пытался изменить тактику своего поведения. Я думаю, что если не произойдет ничего экстраординарного, я буду продолжать голосовать против Снежаны. Ну, в общем, я не люблю людей, которые очень быстро меняют свои взгляды кардинально. Я голосую за Наталью сегодня. Причина заключается в том, что у нее было два друга, Бориса и Сергей. Но она закрывала глаза на то, что второй ее друг Сергей старался сделать так, чтобы ее первый друг ушел. Хотя она бы очень сильно обижалась на всех остальных, что они проголосовали за ее друзей, как в первом, так и во втором случае. И это, и очень много других примеров показывало, насколько она и готова просто выгрызться в глазку любому, кто нарушает ее идеалы. А идеалы у нее меняются, к сожалению, очень быстро. Вот, пожалуй, все. Я уже не один раз голосовала против этого человека. Я не вижу в этом человеке последнего героя, поэтому я сегодня его исключаю. Игорь, совсем неплохой человек, но некого больше. Ой, ах. Просто некого, действительно. Я считаю, что Игорь очень близко находится по своему статусу к Александру Целованскому, но я пишу Игоря. Не люблю ни искренних и ни честных людей. И, в общем-то, честно говоря, надеюсь, что этот человек долго не задержится в племени. В принципе, более полную характеристику я уже давал и на первом совете. На самом первом. Я пишу этого человека. Не за того, что он плохой или что-то какой-то. Хороший мужик, я его уважаю как мужика. Он не симпатичный человек. Игра еще, игра просто. Игорь, не обижайся на нас. Ты нам очень искренне симпатичен. Ты, на самом деле, очень хороший друг и славный человек. Это всего лишь игра. Вы проголосовали. Ждать осталось недолго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пожалуйста. Автограф. Я надеюсь, что он уйдет до конца. Спасибо за все. Удачи. Как можно меньше говорить слово «блин». Ну что, вам совет и любовь? Что еще вам могу желать? Спасибо. Спасибо за все. Счастливо. Благодарю. Счастливой. Спасибо. Все. Зашение принято. До свидания. Каждый совет может быть последним. Спасибо. Это Jessica. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В следующий раз в «Последнем герое» В Карибском море начинается сезон штормов Тоска по дому становится все сильнее Первый за месяц звонок домой У каждого будет только полторы минуты на самое главное Всем большой привет! Обзвони, пожалуйста, всех, кого... Ну, сама знаешь, кого... Новый взрыв страстей Племя акул должен будет покинуть еще один человек ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я больше не играю со своей душой Какая есть, кому-нибудь сгодится Но медь не золото И твой Герой Последний, кем бы ты Могла Гордиться Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...